Футбольный клуб Футбольный клуб Футбольный клуб Футбольный клуб Делайте ставки в марафон Бэт Живописуя, я бы даже сказал точнее бытописуя российский футбол отвыкаешь чему-либо удивляться. Но в конце концов сколько может быть причин по которому матч может оказаться под угрозой срыва? Ну, за последнее время мы все привыкли к тому что вот бывает некоторое количество заболевших коронавирусом, которое если оно превышается, то действительно под вопросом оказывается целая игра. Были случаи, когда из-за нелетной погоды не могли вылететь команды на тот или иной матч Из-за этого было принято специальное правило о том, что команда обязана пребывать на место игры за сутки до матча и если они этого не делают по собственному почину, они отвечают за неявку Я помню игры по коленам в воде Вы сами знаете эти съемки в Самаре, просто вы не можете знать давнишние очень, 95-го года, правда вы не можете знать, что я это и снимал Если бы они поехали в самолете локомотивом чартерном попросившись в отсутствие полностью бюджета на командировке, вы бы не знали, что бывают такие матчи в чемпионате России по щиколотку в воде Но, друзья мои, я никогда не слышал и не мог себе представить, что матч может оказаться под угрозой из-за того, что одна из команд забыла взять с собой игровую форму Это просто не укладывается у меня в голове Это в конце концов просто смешно, особенно когда это происходит с Зенитом, в котором, соответственно, нет мелочей Ну и нет мелочей у него в том смысле, что ему можно сгонять совершенно спокойно чартер туда-обратно еще и за формой Я даже удивляюсь, почему не дошли сгонять был чартер отдельно за футболками отдельно за трусами Говорят, они еще тапочки домашние, которые футболистам в отеле выдают тоже забыли и в этом они убедились раньше всего но не подумали на остальное Вот это не сравнить совершенно ни с чем Но это как пойти у себя дома ночью по малой нужде и подорваться на мини Вот просто другого сравнения я не могу подобрать В общем, я пасую Я дурак, я идиот Я не могу понимать, как это происходит Мне можно рассказывать только о футбольных комбинациях Больше я не понимаю совершенно ни в чем Но точно так же, как чемпионат России дарит нам такие загадки, образы и истории точно так же, не давая ключа к их пониманию он дает на теме единицу измерения Итак, забыть форму и привести ее чартером в день матча стоит примерно 4 миллиона рублей Или, друзья мои, 80 Алексеев Сутерминых которые, как известно, у нас дешево Или вот другой интересный вопрос А сколько Сутерминых получает в качестве премиальных за победу в товарищеском матче тренерский штаб и персонал сборной России? 20 миллионов или примерно 400 Сутерминых? Вы только представьте себе эти 400 человек с одним и тем же лицом грустные немножечко, потому что в конце концов единиц измерения быть не очень приятно Вы поймете, что ну никак нельзя такого человека вызывать в сборную конечно же никогда Его там в конце концов могут просто не заметить Столько массажист получает в качестве премии Может быть он его с собой в конце концов на поводке выведет в таком случае Понимаете, всякое же может произойти История с 20-ти миллионными премиальными тренерскому штабу и персоналу сборной России за товарищеские матчи Интересно даже не тем, что она выросла за 4 года в 4 раза В конце концов, главный тренер всегда должен был уметь в первую очередь выбивать баблоса Дело даже не в ее чрезмерности Потому что, знаете, главный тренер главного тренера Он получает, если не ошибаюсь, около 2 миллионов евро в год одного оклада Плюс еще премиальные за официальные какие-то же матчи, правильно? В заполнении сдачи подания на чемпионат Европы и так далее Но для лицета персонала премиальные за победы Они являются, в общем, примерно сопоставимы по объему с зарплатой Вот, собственно говоря, величиной И так происходит в каждой команде И на самом деле вот на это живут Абсолютная цифра вообще не должна никого смущать Потому что она выплачивается, в общем, людьми, которые денег особенно не считают Есть, конечно, некоторый нюанс В том, что это сборная, это не частный клуб И хотя РФС не государственная организация Но все-таки сборная представляет страну И неплохо было бы, конечно, соразмеряться с тем Что происходит в этой самой стране И как это может быть воспринято В том, что это правда, я не сомневаюсь нисколько Потому что эта информация опроверг юрист Черчесова Он же агент Алан Агузаров Но если Агузаров говорит на что-то, что этого нет Можно быть уверенным Берем лучше два экземпляра И можно не проверять Вообще, когда-то, сравнительно недавно Павел Федорович Садырин ехал на чемпионат мира в Америку В 1994 году Боже мой, как много времени прошло С окладом в 300 долларов США Непосредственно по месту работы в Российском футбольном союзе Юран тогда надеялся подписать новый контракт Размером в миллион Но, тем не менее, с древесборной получал 300 долларов В общем, я немного заговорился Я хотел объяснить, почему мне цифра в 20 миллионов премиальных Кажется все-таки важной Она, мне кажется, важной Потому что за эти деньги Люди оказываются неспособными просчитать Чего стоит победа в товарищеском матче И вот я еще раз напомню Что если бы сборная России выиграла у сборной Молдавии Тот самый трехматчевый цикл сборной в прошлом году Вот если бы сборная России просто взяла и выиграла у Молдавии То тогда она была бы выше посеяна При жеребьевке отборочной группы чемпионата мира А то, что это важно Тренинский штаб постоянно подчеркивал Но тем не менее 20 миллионов премиальных за победу над Молдавией Не хватило, чтобы просто вспомнить о том Что уже в этом матче можно было решить проблему Эти люди не стоят 20 миллионов, друзья мои Это совершенно точно Впрочем, высокооплачиваемые товарищеские матчи У сборной России еще не скоро В ближайшее время предстоят матчи официальные С Мальтой, Словенией и Словакией И вот на эти матчи, как мы узнали Будет совершенно точно вызван Артем Дзюба Об этом рассказал Станислав Черчесов-Малтов Артем Дзюба будет обязательно капитаном в этих матчах Ну, в общем, у кого-то из вас могут возникнуть сомнения Вроде бы Дзюба не очень хорошо сейчас играет в футбол Вот последний матч с Рубином не забил 11-метровый Ну, там, правда, события-то были какие бурные Понимаете, во-первых, форму забыли Человек вообще не знал Может, ему голышом подстоит играть А голышом у него, как вы знаете, получается не очень хорошо Довольно стрёмно А во-вторых, ну вот если весь мир обсуждает И уже утверждает, что Мбаппе и Холланд Железной поступью, неумолимой поступью Идут на смену Криштиану и Месси Но какими глазами должен Дзюба? Смотрите, вот все эти дни в сети Повторы гола Казанца Макарова Когда он не просто отправил в буфет Ловер на резкий финтон Да не просто протащил до этого мяч по мокрому газону Про который говорят как раз, что на нём корова получит мениск И не только корова, я вам должен сказать И после этого Макаров, если уж быть совсем точно Не просто отправил Ловер на буфет А он ещё три раза придумал, в какой из буфетов посылать И за каким пивом, понимаете? И только после этого положил мяч в дальний угол Но тут поневоле чувствуешь себя старым, понимаете? Хотя я не убеждён, что при этом ты чувствуешь себя Криштиану, Роналду или Месси Впрочем, с Артёма станется В выпусках футбольного клуба я, бывает, посмеиваюсь над тем На какую феноменальную ерунду порой тратят деньги футболисты В первую очередь это касается молодёжи, конечно Золотые телефоны Дорогущие приблуды в Counter-Strike Тонны, мешки дизайнерской одежды Которой у нас с вами никогда не будет Вот во Франции недавно очень озаботились этой проблемой И ввели в футбольных академиях что-то вроде курсов финансовой грамотности Игроки поколения Мбаппе и Дембеле должны были застать уже Молодым футболистам объясняют, что совершенно не обязательно жениться на первой встречной Она легко может обмануть А ещё советуют, как правильно распоряжаться с деньгами Ну, чтобы их не профукать Я французам, разумеется, не советчик Но если бы они знали про приложение «Открытие брокер-инвестиций» Они смогли бы рассказать своими футболистами только как сберечь их деньги Но и как преумножить Открытие брокер-инвестиций – это настоящая карманная биржа Скачиваешь приложение, открываешь счёт и выходишь на торги Даже если вы новичок в брокерском деле С помощью приложения вы научитесь отличать акции от облигаций И инвестировать на финансовых рынках В этом вам поможет портал дистанционного обучения OpenTrainer Представьте себе, всего пара кликов И вы уже совладелец или совладелица какой-нибудь крупной компании Чудеса Если вы не знаете, куда вложить деньги Специальная команда аналитиков подкинет вам годную идею А ещё там есть отличная программа лояльности Это первая в России программа лояльности для инвесторов О-инвестор Откройте брокерский счёт и получайте кэшбэк 50% От уплаченной комиссии за сделки в первые 30 дней А ещё рекомендуйте приложение друзьям Участвуйте в акциях и зарабатывайте бонусные баллы Потратить их можно на самые разные товары От электроники до косметики Переходите по ссылке в описании Скачивайте приложение «Открытие брокера инвестиций» И выходите на рынок Потом в комментах расскажите, как у вас всё получилось Продолжаем разговор Надо сказать, что после поражения «Зенита» от «Рубина» После того, как ЦСКА выиграл у «Ахмата» После того, как «Динамо» тоже уплотнил со своей стороны таблицу Мы получили положение в чемпионате России Которого не было достаточно давно Пять команд идут в интервале шести очков Я не меняю свою прогноз Я совершенно уверен, что «Зенит» всё равно выиграет Ну, я уже про историю с формой Давайте, я сказал сегодня всё Я потом когда-нибудь к ней вернусь, когда придумаю что-нибудь новое Но, а вы помните, что вообще говоря У «Рубина» были серьёзные кадровые проблемы в этом матче Вы помните, что у «Рубина» в предыдущем туре В матче с «Спартакомом» был ударён очень важный И, в общем, одна из лучших собак в чемпионате России Получитник Абельгор И за день до матча с «Зенитом» Он был, будучи удалён за дверь жёлтой карточки Естественно, был дисквалифицирован на следующую игру И вот за день до игры в «Казани» Выяснилось, что, оказывается, вторая жёлтая карточка Была показана Абельгору неправильно А помимо ЕБУ второй жёлтой карточки Ещё и была показана жёлтая Додисквалификационная защитнику «Бегичу» Понимаете? И в результате против обескровленного «Рубина» В общем, обескровленного в той самой зоне На которой обычно держится так называемый Оборонительный автобус Против этого самого «Рубина» «Зенит» оказывается не в состоянии сделать ничего Кроме как потоптаться в штрафной На протяжении примерно 75 минут Из 90 отпущенных на матч А главной успешной задачей «Зенит» Которого три игрока Стоит какая-то состав «Рубина» Любые почти три игрока Ну, кроме, конечно же, извините, Сутрумина Там особый случай, это единица измерения Так вот, задачей «Зенита» Успешно решённой в этом матче Оказалось всего лишь нам всего то Что вроде как сдержали «Хвичу» Кварацхелию Боже мой, Кварацхелия Это, видимо, новое свыражение «Полундра» Для матросов Кронштадта Чтобы хоть что-то полезное Петербург от этого матча получил Итак, «Зенит» у нас на первом месте На пятом месте у нас «Динамо» Между ними шесть очков и ещё три команды И, в общем, довольно близко подкрадывается Ещё и московский «Локомотив» Который сам по себе, наверное, уже не может иметь Каких-то высоких медальных целей Тем более попадание в Лигу Чемпионов И тем более титула Но то, что он будет настойчиво отбирать очки У очень многих Это совершенно очевидно И, тем не менее, скажу ещё раз Я абсолютно не готов менять свой прогноз Относить до чемпионства «Зенита» Потому что ресурсы, которые могут быть к этому привлечены Ещё далеко не исчерпаны Многие с вами мы просто ещё не видели И, в общем, не хочется их видеть Но прогноз есть прогноз Труды, хоть из реальной ситуации В общем, мне кажется, я привёл достаточно весомые аргументы Почему именно «Зенит» всё равно станет чемпионом России И вы совершенно спокойно можете прямо сейчас Сделать на эту ставку У моего многолетнего бейтингового партнера Который ни разу мне не подводил Неподражаемого марафон «Бет» И если вы это сделаете Знаете, что вот Я думаю, что это верняк Из этой группы команд Которую мы привыкли видеть в борьбе за титул Или хотим там видеть достаточно регулярно Выпадает только «Краснодар» Который после зимы так и не нашёл свою игру Почему это происходит, сказать, очень сложно Но меня, честно говоря, продолжают забавлять Примерно в одинаковой степени Как слова гендиректора «Краснодара» Хашега о том, что «Мусаев» не будет уволен Даже если прогревают все оставшиеся матчи Вы знаете, такие слова Так в любом случае как-то демотивируют команду Не то, чтобы вот меня трогали разговоры в Краснодаре Которые постоянно существуют О том, что вот Москва их не понимает Москва их не ценит И прочее, и прочее, и прочее Но примерно точно так же и смешно и то Что вот сейчас, только сейчас нужно говорить о том Что, а вы знаете, как трудно тренеру сработаться с Галецким Он всё хочет делать сам и так далее и тому подобное Вот поэтому он и Мусаева не увольняет Потому что Мусаев его слушает Это я так вот рассказываю То, что вращается в воздухе От чего отталкиваются порой даже кажущиеся С первого взгляда умными журналисты Но, друзья мои У меня к вам есть всего лишь один единственный встречный вопрос Как вы думаете, вот парк Галецкому менее ценен Чем его футбольная команда? Думаю, что примерно сопоставим Потому что парк Галецкого Это то, за что его любит город И он всегда с большой любовью рассказывает Как вы думаете, он вообще Изначально сам выбирал для него, может быть, деревья Может быть, он сам его планировал Может быть, сам проверял штангенциркулем что-нибудь Нет, он доверился специалистам Потому что для этого пришло соответствующее время Наверное, футбол любит несколько больше, чем парки И, в частности, занимался им сам Но мы с вами должны помнить Что к тому положению, которого сейчас достиг клуб Краснодар И Сергей Галецк как футбольный деятель Он пришел именно будучи сам собой Это всегда была ситуация one-man decision Решение одного человека, от которого зависит все И если с этим ясно То вы должны понимать и последнее, самое главное Именно в таком виде Краснодар и только не может существовать А это означает, что, понимаете, есть болезни роста Да, действительно, очень может быть, что Галецкий чего-то не понимает Очень может быть, что с Галецким кому-то в чем-то очень даже сложно Но никакого иного пути, кроме как пройти его с самого начала до конца У Галецкого все равно нет Поэтому давайте будем наблюдать Можете взять попкорна или что вы там еще едите Можете взять что-то несъедобное Впрочем, это я сейчас уже совершенно не хочу ни о ком напоминать Но, тем не менее Короче говоря, давайте просто наблюдать Мусаев не будет уволен? Ну, очень хорошо, не будет уволен Приятно, что хотя бы один человек получил в нашей стране Твердые гарантии трудовой занятости Наближающие два месяца Чемпионат России вернулся А это значит, что тем для обсуждения станет еще больше Поговорим, например, о Спартаке Ну, хорошо, поговорим о Зените Черт Ну, может быть, тогда поговорим о Динамо Ой, ну Так, ладно Давайте сделаем стоп-н-го Точно Фудбенд Так Фудбенд Так, сеты Сет с лососем Еще нужно взять две большие пиццы, ребята А, вот мужская И том-ям Так, еще креветки в панировке Крылышки И морс облепихов Люблю облепихия Можно еще взять девочку на десертике Так Промокод Вася25 Доставить Оплатить Замечательно Замечательно Ничего себе Как быстро У Худбенд Мбаппе, что ли, еду доставляет Ребят, налетайте Тут нам всех хватит А по промокоду Вася25 Скидка До 25% Подожди, подожди Я это сам хотел Футбольный Футбольный Мир, но за пределами Архивской границы Да, тут по-прежнему Проходит довольно четкий Водораздел Потому что Связывают эти два мира Не очень многое Впрочем, это неравноправные Миры Короче говоря В футбольной Европе Произошло три важнейших события И все они связаны С буквой Л Это Лига Чемпионов Это то обстоятельство То, что тренер сборной Германии Лев покидает свой пост После окончания Евро 2020 Ну, естественно Он будет в 2021 году Как вы об этом знаете Это особенность Много у того, что Залопонировано было На 2020 год Ну и третье Л Это Лапорта Который вновь избран Президентом Барселоны С Лапорты и начнем Я уже говорил об этом Немного в радиоверсии Футбольного клуба Который выходит в эфир На Эхе Москвы Каждый понедельник После 11 вечера Я об этом вам говорю Потому что я знаю Но тем не менее О Лапорте В первую очередь Нужно помнить Что это человек популист Да, действительно С его именем связан Не просто выдающийся период В истории Барселоны Но это еще и был Выдающийся прорыв В истории Барселоны До прихода Лапорты Барса владела Кубком чемпионов Всего лишь один Единственный раз А сейчас она В общем Когда не может претендовать На то, чтобы его выиграть В общем Может считать сезон До известной степени неудачным Уже только в силу Этого одного обстоятельства Сейчас у Барселоны Безусловно нет Того поколения Молодежи в частности Которое было тогда Когда пришел Лапорта Тогда у Барселоны Не было таких колоссальных долгов А никакими громкими заявлениями И изобретательными словами Деньги заработать невозможно Для этого нужно обладать Специальными менеджерскими талантами И способностями Ну и кредитом доверия Безусловно И вообще Вы помните С каким лозунгом Лапорта был избран президентом Барселоны Вот тогда в первый раз Тоже был не очень простой период В барселонской истории Если вы не помните Так я вам напомню Лапорта обещал Привезти в Барселону Дэвида Бэкхэма Который практически сразу После избрания Лапорта Оказался в мадридском реале То есть Лапорта В общем лапши на уши Навешать здорово умеет И главным сподвижником Вот в эти годы Первого президентства А потом они поссорились Был Сандро Рассель Который вообще По-моему до сих пор сидит в тюрьме Потому что тоже был Слишком сильно умный И много чего говорил Я тоже популист И тоже умею много и складно говорить Поэтому мне Лапорту нравится Я желаю ему успеха Но никакой гарантии Этого успеха Я сейчас вот никоим образом Не вижу Про Йохима Лёва Я удивился тому Что все удивились Вот этой новости Она в общем Точно назревала Да у него был контракт До 22 года Ну что поделать В конце концов Вот так человек почувствовал И меня очень удивило Какие имена стали называться В первую очередь В качестве кандидатов На смену Лёву На самом деле Юрген Клоп На самом деле Юлиан Нагельсман И некоторые другие немецкие тренеры Высоклассные Которые сейчас работают На клубном уровне Я вас уверяю Они и не хотят идти Никакую национальную сборную Это совершенно иного уровня Работа Поверьте Просто невозможно Себе представить Чтобы Юрген Клоп Ушел в какую-то сборную Германии Пусть даже его родная страна Из Ливерпуля Где он каждый день Оказывается в центре внимания Где он каждый день Проверяет Как работают его методы тренерских Где он каждый день Проверяет свои идеи И на очень высоком уровне Это совершенно иное Разумеется На пост Лёва На самом деле Есть только два реальных претензента Ну два с половиной Это тренер молодежды сборной Штефан Кунц Я напомню вам Потому что в течение первых По-моему лет 55 Ее существования У сборной Германии Было всего лишь три тренера И каждый следующий Помогал предыдущему В качестве первого помощника Кроме того Штефан Кунц Довольно долго и успешно Работает с молодежными командами А смена поколений В общем-то сборной Германии Созрела Поэтому Штефан Кунц Один из двух Кандидатов номер один Другой разумеется Ханс Диттер Флик Чей успех в Баварии Не поддается Особенно детальному объяснению А Бавария Мюнхен Это столица БМВ Там нужно обязательно Все четко себе представить Что и почему происходит Там еще и президент Сменится в скором времени Поэтому Флик Который много работал В системе сборных Очень может быть Как раз Выберет себе Прекрасным продолжением Карьеры Работу в сборной Германии И вот для этого Он совершенно точно созрел Кстати он был помощником Лева в первые годы Его работы в сборной Германии И есть еще полкандидата Вадим Лукомский О нем напомнил Это Ральф Рангник Это человек Который считается Одним из основоположников Нынешнего состояния Немецкой теннинской школы Ну кстати помимо Клопа во многом Ну вот Рангник точно не подходит Сила своего темперамента Для клубной работы Это очень уважаемый специалист С большим количеством идей Возможно его тоже Рассмотрят на пост Тренера сборной Германии Я к сожалению не думаю Что Лукомского много читает В Германии И если читают То наверняка его Не очень хорошо переводят На немецкий язык Стоило бы прислушаться К его мнению И все-таки рассмотреть Я думаю Ральфа Рангника Ну и наконец Лига чемпионов Мне нравится говорить о ней Вот именно в это время В этот период матча Финалы которые так здорово Разбросаны Более чем по месяцу Календарному Вот это то время Когда можно задумываться О смысле происходящего В Лиге чемпионов Потому что Матчи не накладываются Один на другой Прежелания можно посмотреть Практически их все Вы знаете по-моему Лига чемпионов Находится сейчас На удивительной стадии Когда практически Нет неинтересных матчей Так было в группах Так было в прошлом году Когда ковид наложил Свой отпечаток На формулу проведения турнира И казалось что Может быть даже стоит прийти К этим вот Одноматчевым поединкам Некому финалу восьми Бредовая на самом деле И просто бредовая Потому что Лига чемпионов Зарабатывает количество матчей И пытаются увеличить Это количество матчей А уменьшать его И это просто начает Отбирать у себя деньги Тем более когда Все иные способы заработка Вот заполнение трибун До сувенирной продукции В общем как вы понимаете В упадке Но дело в том Что сейчас дико интересными По сюжету оказываются Даже те матчи Которые по их прошествии Очень трудно назвать качествами Ну например поединок Порту и Ювендусу Двухматчевый Сколько там было драмы Средоточено Там в общем почти ровесники Тренеры Один прошел нормальный Теннисский путь Он сейчас углавляет Порту А другой Ну поскольку он Топ звезда мировая Вот практически без всякого опыта Был посажен в Ювендус Не хочу к этому Свести противостояние Нет Там еще был Криштиану Роналду Который в этот раз Не смог ничего забить В плей-офф Лиге чемпионов Там вообще По большому счету Рушится идея Ювендуса Который покупал Роналду Для того чтобы С помощью его харизмы Его мастерства Добраться Такие до победы В Лиге чемпионов И сейчас уже совершенно очевидно Что эта идея завершилась Крахом Да действительно Роналду все еще Может играть На высоком уровне Просто все Еще немножечко реже Еще немножечко реже Еще немножечко реже Но тем не менее Но ведь сколько уже Прошло времени Роналду перешел в Ювендус В 2018 году Уже три сезона Три сезона В общем это очень большой срок Для человека Который не молодеет Вот за эти три года Ничего не получилось Я думаю что Изначальный план Первоначальный план Ювендуса Конечно же можно считать проваленным Какие восхитительные матчи Выдали Дортмунд и Севиль Я с удовольствием посмотрел Оба Мне вообще не хотелось От них отрываться Очень разные команды С очень по-разному Поставленной игрой И с совершенно разными лидерами И мы видим Что вот такие матчи Равные матчи Они как правило Проигрываются Именно в какой-то Отдельно взятый момент игры Когда одна команда Получает В предсостоянии гроги Пропустив возможно Сильный удар Контратакующий А другая с ней В это время как разберет И просто разбирается Поедает как самка богомола Своего только что Ставшего ей мужем Жениха Процесс определения Четверть финалистов В самом разгаре Я очень жду новых впечатлений От Лиги Чемпионов И специально ничего не говорю О поединке команд Мбаппе и Месси Потому что я не хочу Ничего об этом предполагать А когда я все это говорю Я еще не знаю результат В прошлый раз Когда встречались эти команды Тоже казалось Что все ясно Сейчас конечно Сначала показалось Что все ясно А потом уже показалось Что не показалось Но зачем отнимать У себя подобное удовольствие По-моему Лига Чемпионов В ближайшие годы Не будет такой Удивительно занимательной Потому что сейчас На все сложности Пандемийного периода Накладывается еще и то Что происходит Смена поколений Суперклубов Это отдельная большая тема Я ее очень люблю На ней подробнее остановлюсь Когда определятся Все участники Четверть финалов У меня почти все на сегодня Я с вашего позволения Побегу Я пойду смотреть Как замедляется Работа Твиттера в России За первые сутки Я не смог это разглядеть Мне нужно торопиться В отличие от Твиттера Мое время ограничено Ну и еще Берегите свое психическое состояние Вот только что Стало известно Что в Буэнос-Айресе Видимо к моменту Когда будет программа В эфире Тоже состоится Пройдет Многотысячный марш людей Которые будут требовать Расследования Убийства Диего Марадона Потому что они уверены Что Марадону именно убили И по-моему В этом срочно Довольно большая опасность Потому что Мир вообще стал нервным Потому что Вот из этого движения Если он действительно поддержан Учитывая значимость Фигуры Марадона Мне кажется Может получиться В итоге Нечто сопоставимое С таким американским Движением БЛМ Только в данном случае Это будет движение За то чтобы узнать Кто убил Марадону Появятся виновные Безусловно Но увы Находясь вдалеке От Южной Америки Именно по этому поводу Не питая страстей Я должен признать Что абсолютно несомненно Марадону конечно же Убили Но не люди А вещества Поэтому берегите себя И свою нервную систему Пока Вся наша жизнь Играет И если ты не клуб Ты понимаешь Во что ты играешь Здесь этот мир Как большой Футбольный клуб Субтитры подогнал «Симон»!